Недавние протесты в Башкортостане, где в городе Баймак несколько тысяч человек собрались поддержать Фаиля Алсынова, закончились возбуждением уголовного дела по массовым беспорядкам и уже десяткам задержанных. Мало кто ждал протестов в России в 2024 году, но Башкортостан не первый раз показывает силу протеста. До этого были успешные выступления в защиту Шихан. Но и так не впервые происходит в истории республики, но я думаю вы все должны знать про слова-то Юлаева, Капитанская дочка, Пугачев. Ну а сегодня мы поговорим о том, что происходило в этом регионе в годы революции и гражданской войны и почему большевики заключили двустороннее соглашение о создании автономной Башкирии, уникальное для того времени. Всем привет, это Сергей Смирнов, вы на моем историческом канале, как обычно ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно оставляйте комментарии, ну и поддерживайте канал, поддерживайте выпуски новых роликов, подписывайтесь на Patreon, подписывайтесь на Boosty, ну а мы начинаем. Если отбросить современные реалии, то первое, что приходит в голову, ну когда речь идет о башкирском сопротивлении, это Салават Юлаев. Однако, и помимо этого национального героя, история Пашкортостана знает множество людей, бросивших вызов режиму, будь то царскому или большевистскому. С тех пор, как Россия пришла в Придуралье, это был один из самых беспокойных регионов империи, сегодня мы поговорим о том, что происходило на землях башкир в годы революции и гражданской войны. Итак, начало 20 века. Своей автономии, как, например, у финнов или у поляков, у башкир в царской России, конечно, не было. Жили они в основном в Уфимской губернии, где составляли более 40% населения, а также в Оренбургской, Самарской и Пермской губерниях. По поводу численности башкир в тот период единого мнения у специалистов нет. Даются разные оценки в диапазоне от 900 тысяч до полутора миллионов человек. Главным занятием башкир было земледелие, хотя в некоторых регионах продолжала бытовать традиционная форма полукочевого скотоводства. Еще с 16 века башкиры обладали уникальным для России вотчинным правом на свои земли, то есть земля передавалась от поколения к поколению, и никто не имел права на нее посягать. Взамен обладатели такого права платили налоги и несли воинскую повинность. Башкиры принимали участие во всех крупных войнах России. В Ливонской, Северной, Семилетней войне с Наполеоном. Только при императоре Александре II башкирское войско было распущено. В общем, получается, до какого-то момента башкиры, ну, по сути, были единственными хозяевами своей земли. Ну, по крайней мере, до июра. Однако, со второй половины XIX века начинается раздача башкирских земель разным высокопоставленным лицам и чиновникам. Растет и число землевладельцев других сословий, в первую очередь русских крестьян и купцов. Уровень индустриализации, как и уровень грамотности среди башкир, был на довольно низком уровне. По переписи 1897 года в Уфе грамотность среди русских составлялась 40%, а у башкир только 24%. Торговля и промышленность находились по большей части в руках русских и татар. В городах и на заводах тоже преобладали русские. Ну, например, в Уфимской губернии на каждого рабочего башкира приходилось пятеро русских. Расхищение вочных земель башкир и их неподготовленность к рыночным отношениям начала XX века вызвало обнищание этого народа. Одновременно росло и социальное расслоение в традиционной башкирской общине. Особенно ударила по ней Столыпинская аграрная реформа, после которой темпы перехода местных земель в собственность переселенцев резко возросли. К началу череды революции в России более половины башкир относились к категории бедняков и менее трети к середнякам. Среди крестьян других национальностей бедняков и середняков было почти поровну, приблизительно по 40%. Разница. Один из зачинателей башкирского национального движения, историк Ахмед Заки Валидов, писал в 1913 году цитата «Разрушение природы и нравственности, обнищания дошли до них. Эти места я посетил 7 лет назад. С тех пор здесь все изменилось. Они сами, их жизнь, земли и леса, где они обитают, народ чувствует себя в подавленном состоянии из-за слабой подготовленности к жизненным невзгодам». Первая русская революция была отмечена в Башкортостане серией забастовок, демонстрациями солидарности и выступлениями крестьян против размежевания земли. Одной из форм протеста башкир стала массовая вырубка лесов в имение крупных землевладельцев. Так, в июле 1906 года башкиры шести деревень загнали в болото и избили стражников во время, цитата, «беспорядков, выразившихся в массовой порубке лес». Имели место и волнения на религиозной почве, во время которых несколько башкир были убиты полицейскими. Поводом для волнений стало изъятие исламской литературы. В последующие годы царское правительство усилит давление на мусульманские организации, которые в Башкирии тесно смыкались с национальным движением. Власти везде, повсюду видели следы пан-тюркизма, ну и причем нельзя сказать, что эти подозрения были всегда беспочвены. Тот же Валидов вспоминал, что в то время, цитата, «каждую пятницу посещал мечеть и с удовольствием слушал проповеди отца, направленные против правительства России в связи с началом Балканской войны». Война, которая велась при поддержке России группой балканских государств против османской державы, но закончилась, кстати, войной всех против всех. В феврале 1917 года в России происходит революция, и власть переходит к Временному правительству. В национальных регионах растут центробежные силы, постепенно раскалывающие территорию бывшей империи. В основном к автономии или даже полной независимости тяготеют так называемые национальные окраины – Кавказ, Балтия, Украина. Однако подобные тенденции наблюдаются и в Поволжье. Например, в Казанской губернии лелеют проект восстановления в Волжской Булгарии. По ряду причин он закончится неудачей, как, впрочем, и попытка создать на территориях Казанской и Уфимской губерний идель Уральскую республику. А вот башкиры, которые, казалось бы, в империи не имели такого статуса и влияния, как татары, как многие другие народы, идею создания собственной автономии реализовали вполне успешно. Они единственной из всех народов, ну такой внутренней России, организовали не только собственные гражданские институты власти, но и относительно боеспособную национальную армию. Но обо всем по порядку. Летом 1917 года в Оренбурге прошли первые Всебашкирские съезды Курлтае, где было принято решение о необходимости создания в составе Федеративной России Демократической Республики на национально-территориальных началах. На этих съездах было избрано Башкирское областное, ну или когда так по-другому называлось, Центральное ШУРО, Совет, которое поначалу взяло на себя функции национального правительства. В него наряду с другими представителями башкирской интеллигенции вошел и Ахмед Заки Валидов, которого я уже упоминал и буду сегодня на него довольно часто ссылаться. Возглавил ШУРО мировой судья Юнус Бигбов. Изначально создатели башкирской автономии планировали дождаться созыва учредительного собрания, однако большевистский переворот в Петрограде спутал их план. С последователями Владимира Ильича Ленина у башкирских автономистов была масса разногласий. Ну, взять хотя бы наболевший для башкир земельный вопрос. Их позицию по этому вопросу отражает весной 1917 года на крестьянском съезде в Уфе Мула Мулаян Халиков, также потом вошедший в состав национального правительства. Цитата. «Мы, башкиры, не согласны с социализацией земли. Не только наша земля должна оставаться у нас, но и должно быть возвращено все то, что обманом или насилием было отобрано у нас земельные, лесные и водные угодья». Уже вскоре после прихода к власти большевиков, башкирское ШУРО провозглашает на части территорий Оренбургской, Пермской, Самарской и Уфимской губерний создание территориально-национальной автономии Башкурдистан. А в январе 1918 года появляется положение об автономии Малой Башкирии, которое вводит новое название этого национального образования, а по сути служит его конституцией. Поэтому я дальше буду использовать именно слово «башкирия» применительно к событиям того времени. То самое положение установило два государственных языка автономии – башкирский и русский. Земли и недра признавались национальной собственностью. Документ также определял административное деление, флаг и герб автономии. Власть в ней осуществлялась к урултаем и правительством. Оговаривались в положении и вопросы местного самоуправления. Почти одновременно пашкирское центральное ШУРО выпускает обращение к народу, в котором говорится, цитата, «в связи с тем, что временное правительство России, свергнуто партией большевиков, в России начались междоусобные гражданские войны». «Сможет ли наша прекрасная башкирия переносить на своей шеи войну этих двух трагедий? Должна ли поэтому одна часть башкирских войск сцепиться, воевать с другой? Нет, этого у нас не должно быть, ибо мы не большевики и не меньшевики, мы лишь башкиры. На чьей же стороне мы должны быть? Ни на какой. Мы на своей собственной стороне». Вот давайте запомним эту цитату, она потом будет кое-что объяснять. Ну и разумеется, остаться в стороне башкирам не удалось. Тем более, что последующие пару лет территория автономии будет зоной самых ожесточенных боев, и фронт по несколько раз будет перемещаться с запада на восток, с востока на запад и обратно. В декабре 1917 года учреждается башкирское войско во главе с прапорщиком Гимраном Магазовым. Командующим кавалерией назначается ротмистр Амир Карамышев, а пехоты поручик Габдула Идильбаев. Но если раньше Временное правительство и дало добро на формирование отдельных мусульманских частей, то большевики и деви с национальным войском приняли в штыки. Возглавивший на короткий срок армию после Октябрьского переворота Николай Крыленко в январе 1918 года сказал, цитата, «В связи с формированием Социалистической гвардии считаю всякие иные формирования недопустимыми». Позже большевики наложили запрет на любую деятельность, ведущуюся с целью реорганизации армейских частей по национальным или территориальным принципам. На значительной степени на позиции большевиков по отношению к башкирской армии, как и к автономии в целом, повлиял конфликт в Оренбуржье. В конце 1917 года там поднял мятеж атаман местного казачества Александр Дутов. Взяв регион под контроль, он установил союзнические отношения с руководством башкирской автономии. И пусть башкиры демонстративно заявляли о своем нейтралитете, большевики уже расценивали их как угрозу. Хотя в это же самое время председатель ШУРО Шариф Манатов встречался в Петрограде с Лениным. После того, как красные отряды Василия Блюхера отбили Оренбург, большевики арестовали семь членов башкирского правительства и центрального ШУРО. А позже в городке Баймак были разорежены и арестованы командиры башкирского войска. Да-да, это тот самый Баймак, где недавно судили Фаэля Алсынова и именно туда приехали тысячи башкир, чтобы его поддержать. Но вернемся в эпоху революции. Части национальной башкирской армии попробовали отбить арестованных, но подоспевший отряд красных, а также угрозы и расстрелять членов правительства заставили башкир отступить. Спустя всего несколько дней после побоев и всевозможных издевательств арестованные Гимран Магазов и Кабидула Идальбаев вместе с пятью польскими советниками-офицерами и двумя десятками солдат башкир были расстреляны. Очевидец этих событий так описывает расстрел. Цитата. Начальник Красных отдал команду на Майлебен. Наши дважды, по четыре раза произнесли намаз. Поляки крестились. Так как расстрельщики были пьяны, залпа не получилось, стрельба оказалась беспорядочной. Польские офицеры, не сразу скончавшиеся, еще шевелились. Начинается гражданская война. Амир Карамышев избежал ареста и сформировал свой партизанский отряд из башкир и казаков. В апреле 1918 года ему удалось освободить из Оренбургской тюрьмы членов башкирского правительства. Ну а пару месяцев спустя советская власть в предуралье начинает рушиться. С востока в регион заходят части Чехословацкого корпуса. Косни большевиков почти повсеместно оттесняют к Волге. В наступление белых армий самое активное участие принимают и башкирские отряды. Позже они были сведены в башкирский отдельный корпус, состоящий из двух стрелковых дивизий и кавалерийского полка. Всего в этих частях насчитывалось почти восемь тысяч человек. И это при том, что во всей официальное название Народной армии комитета членов учредительного собрания, ну или армии Камуча, которой тогда были приписаны башкиры, было чуть более тридцати тысяч бойцов. Восемь тысяч из тридцати. Но хотя национальная автономия после баймаксского расстрела и перешла открыто на сторону белогвардейцев, долго этот альянс продержаться не смог. Уже к концу восемнадцатого года ситуация резко изменилась. Во-первых, большевики перешли в контрнаступление и оттеснили противника обратно к Уралу. А во-вторых, белое движение к этому времени возглавил адмирал Колчак. Тот самый, которому нужна была единая и неделимая Россия. И ко всем этим играм с автономиями Колчак относился еще хуже большевиков. Максимум, что верховный правитель России мог предложить башкирам, это самоуправление по типу казачьего. Большевики, в свою очередь, предложили намного более выгодные условия. Во-первых, сохранение собственных органов исполнительной и законодательной власти и даже армии. А во-вторых, расширение территории республики. Если первоначально в нее были включены лишь около ну где-то двух, пятых земель Оренбургской и Уфимской губерний, то в следующие годы она была существенно увеличена как раз за счет Уфимской губернии, причем включая саму Уфу. Плюс большевики дали гарантии оградить от уголовного присоединения всех, кто занимался созданием автономии еще до ее вхождения в состав РСФСР. Кстати, Иосиф Сталин, который тогда возглавлял наркомат по делам национальностей, поддерживал идею создания татарско-башкирской автономии, но у башкир она особого восторга не вызывала. Они понимали, что в этом случае окажутся отодвинутыми на второй план более многочисленным народом. Одним из главных противников этой совместной автономии был внимание Борис Эльцин, председатель Уфимского губревкома и губисполкома. Потом он станет сторонником Левотроцкого с конца 20-х по тюрьмам и ссылкам. Кстати, в 1936 году Эльцин один из организаторов магаданской голодовки политзаключенных. На следующий год, в 1937 году, его расстреляют. Впрочем, и в Москве не все партийные лидеры поддерживали предоставление башкирам автономии. Против выступал и Бухарин, и Дзержинский, ну и вообще многие большевики. Ленину, который тогда понимал и настаивал буквально, что без союза с башкирами остановить Колчака будет крайне сложно, с большим трудом удалось сломить сопротивление однопартийцев. Итак, в декабре 1918 года национальное правительство Малой Башкирии начинает переговоры с большевиками, а в марте следующего года подписывает с ними соглашение о создании советской автономной Башкирии. И это абсолютно уникальный случай, ведь Башкирская республика стала первым и единственным субъектом РСФСР, созданным на основе двустороннего договора. Остальные автономии были образованы декретами советского правительства. По сути, именно этим соглашением и был начат процесс федерализации России. Конечно, потом большевики нарушили все параграфы этого документа, похоронили саму идею федерализма, прям буквально в зародыши, и вообще РСФСР ничего не имело общего с федерацией, хотя называлась Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Уже в 20-м году советское правительство приняло декрет о государственном устройстве автономной Советской Башкирской Республики, которая фактически прекратила действие соглашения годичной давности. Ну а что касается гарантии от уголовного преследования, то один из членов делегации на подписание соглашения с большевиками, председатель башкирского центрального ШУРО Мулайен Халиков в 1937 году был расстрелян за контрреволюционную деятельность. Бывший член ШУРО Габибулла Габитов попал в Магадан как башкирский националист и умер в заключении. Его коллега по национальному парламенту Мусасмаков, как и член башкирского правительства Нурякзам Тагиров пропали без вести в лагерях. Также в заключении скончался и первый глава башкирского ШУРО Юнус Бикбов. Некоторое время большевики да, вот это соглашение поддерживали, но в 30-х начались репрессии. Признанный лидер башкирского национального движения Ахмед Закивалидов одно время безуспешно продвигал идею совместной башкирско-казахской автономии со столицей в Оренбурге. Но когда Москва начала в одностороннем порядке нарушать условия соглашения с башкирами, он разочаровался в большевиках, а в 1920 году он покидает Советскую Россию навсегда. Впоследствии Валидов станет ученым-теркологом, будет преподавать в университетах Германии, Турции и Швейцарии и даже посидит в турецкой тюрьме по обвинению в пан-тюркистской деятельности. Кстати, для любителей споров исторических вопросов вот вас отсылаю к спору о том, кем был по происхождению Валидов Башкиром, Татарином, кому интересно, там есть очень большая и длинная дискуссия, но это все-таки выходит за рамки этого ролика. Я возвращаюсь к периоду гражданской войны. Вообще, отношение большевиков ко всей этой истории с автономией очень ясно выразил дедушка, тот самый Михаил Калинин. Выступая осень 19-го года на закрытом соседании Оренбургского губкома РКПБ он заявил, цитата, «Мы башкирам не верим, гоним их солдат под Питер. Нам надо играть в их автономию, повсюду пролезать к ним и коммунизмом пролезовать корни национализма и остальные вредные стороны автономии». Понимаете, да, какая лицемерная позиция большевиков? После подписания соглашения с советами большая часть башкирского войска переходит на сторону красных и во время весеннего наступления эти подразделения уже воюют против Колчака. Главным организатором перехода башкирских частей на сторону большевиков стал все тот же Ахмед Закивалидов, избранный народным комиссаром по военным делам Башкирской республики. Большевикам отчаянно требовались башкирские солдаты, причем не только на Урале. Советская республика, как принято было писать в советских учебниках школьных, находилась в кольце врагов, ну и в кольце фронтов. Так что большевики рассчитывали использовать башкирские части и против генерала Юденича, который наступал на Петроград из Эстонии, и против Деникина, который двигался к Москве с юга. Ленин в эти дни телеграфировал, цитата, выражаю глубокую уверенность в том, что ревком Башкирской республики и все передовые товарищи башкиры приложат все усилия к тому, чтобы переброска башкирских частей была проведена в кратчайший срок. Хотя несколько сотен башкир все же предпочли остаться верными белому движению, а некоторые офицеры, пытавшиеся помешать переходу своих солдат на сторону красных, были даже расстреляны по приказу башкирского руководства. колчак колчак в свою очередь вновь занял всю территорию Башкирии и дошел до Волги, но уже к осени был оттеснен обратно за Урал. А дальше последовал крах белогвардейских армий на Восточном фронте с отступлением за Байкан. Некоторые башкирские офицеры оставались с белыми, ну как я уже и говорил, до самого конца и уже в 1920 году в Чите капитан Галимьян Таган и бывший офицер разведки колчака Мухаммед Габдулхай Курбин Галеев добились от нового лидера белого движения на Востоке атамана Григория Семенова согласие на возрождение башкирского казачьего войска, того самого, которое было упразднено еще Александром Вторым. Однако это уже был символический жест. Белое движение организировало и никакие решения, принятые в Чите, не могли ничего серьезно изменить. Интересно, кстати, сложилась судьба этих офицеров. Спасаясь от красных, они ушли вместе с Семеновым в Маньчжурию. Курбин Галеев потом эмигрировал в Японию и стал ее первым муфтием. Атаган перебрался в Европу, где получил венгерское гражданство. А в эмиграции он много занимался научными изысканиями в области экономики и этнографии. Ну, например, он принял участие в подготовке в печать образцов песенного фольклора башкир. Хотя гражданская война на территории Башкирии закончилась, мир на ее землю так и не пришел. Начался период народных восстаний, прежде всего крестьянских, ведь, как мы помним, большинство башкир относились именно к этому сословию. Хотя, если быть точным, восстания начались почти сразу после прихода большевиков к власти. Однако, пока фронт гражданской войны гулял по башкирской автономии страны в сторону, мелкие бунты и мятежи то против красных, то против белых вспыхивали повсеместно. Но они быстро растворялись в общей кровавой междоусобице. А вот когда большевики утвердили свою власть в регионе, здесь произошло сразу три крупных восстания, которые, суммируя, иногда называют даже крестьянской войной. Первым было так называемое восстание Черного Орла и Земледельца, или, как его еще называют, Вилочное восстание. Оно началось в начале 1920 года в нескольких уездах Уфимской и Бугульминском уезде Самарской губернии. Восстание стало реакцией на максимально жесткую продовольственную политику большевиков. В селе Новая Елань крестьяне разгромили продотряд, командир которого пригрозил молотить хлеб штыками. При этом на вопрос крестьян какова норма сдачи хлеба этот командир по фамилии Пудов заявил, что нормы никакой нет и он заберет все дочисто. А чтобы крестьяне не сопротивлялись он захватил заложников и числа местных жителей. В итоге отряду Пудова пришлось спасаться бегством, а уже через неделю к восстанию примкнули десятки тысяч крестьян. Они взяли город Заинск, где начали формировать народную армию. Начались повсеместные расправы над партийными работниками. При этом лозунги у оставших были самые разнообразные. И долой коммунистов насильников, и долой гражданскую войну, и доздраствует учредительное собрание, и доздраствует вера в Бога, и внимание даже доздраствует Красная Армия. Можете представить какой идеологический хаос царил в головах у людей того времени. Один из ответственных работников, побывав в плену у повстанцев, потом рассказывал, цитата, «Восстание на продовольственной почве. Виновата не политика, диктуемая центром, а способы ее проведения, избиение продормейцами крестьян. Мне говорили, что продормейцы берут взятки, насилуют женщин, издеваются над минаретами, над тюбетейками». Тут надо объяснить, хотя, наверное, по смыслу понятно, что продормейцы это буквально красноармейцы, которые должны были заниматься продовольственным обеспечением. Власти, конечно, придерживались версии, что это восстание вилочное стало следствием контрреволюционного заговора. Якобы руководила этим выступлением крестьян секретная подпольная организация «Черный Орел», куда входили эсеры, бывшие колчаковские офицеры и татарско-башкирские националисты, в том числе и Ахмед Заки Валидов. Тот, однако, сам предлагал большевикам помощь в подавлении восстания. На самом деле, этот «Черный Орел» и землевладелец, вероятно, был лишь один из таких локальных штабов восстания, у которого единого центра как такового видимо и не было. Для наведения порядка власти сформировали целую армию из 7 тысяч человек при 50 пулеметах и 4 орудиях. Меньше чем за месяц восстание было подавлено. При потере красноармейцев несколько десятков человек восставших, которые шли в бой в буквальном смысле с лопатами и вилами, отсюда, кстати, и название восстания, было убито более тысячи, хотя эта цифра скорее всего занижена. Причиной второго крупного восстания стало удаление летом 1920 года из руководства Башкирской республики Валидова и его сторонников. Они вступили в острый конфликт с местным партийным руководством, которое в итоге взяло верх. Большинство башкирских националистов вынуждены были покинуть республиканский ревко. Вместе с развернувшейся в регионе продразверсткой, которую сторонники Валидова не одобряли, это и спровоцировало взрыв. На этот раз вооруженное сопротивление властям было наиболее сильным в юго-восточных районах Башкирии. Восставшие создали свою башкирскую Красную Армию, которую возглавил бывший прапорщик царской армии Фатхулла Магасумов. Под его предводительством повстанцы попытались захватить город Златоуст, но были отбиты красноармейцы. Это восстание тоже было объявлено бандитским, хотя многие его участники еще недавно сражались за советскую власть. Участник переговоров с повстанцами Насибулла Бигбаев вспоминал, что среди бандитов, ну, как он называл, да, бандиты, было очень много красноармейцев, защищавших ранее Петроград от Юдинич. В деревнях, где шли переговоры, Бигбаев видел повсюду красные флаги. Над штабом повстанцев висел лозунг «Бей коммунистов, безбожников, грабителей народа, да здравствует Леня, Троцкий Валидов, да здравствует советская власть, да здравствует свободная торговля». К вопросу о идеологическом хаосе. Власти первоначально действовали против повстанцев традиционно, то есть с максимальной жестокостью. Однако, видя, что восстание только разрастается, пошли на уступки. Члены старого башкирского ревкома, за исключением Валидова и пары его соратников, пообещали вернуть в руководство республики, а сдавшимся повстанцам была гарантирована амнистия. При этом наиболее отличившихся зверствами против башкир красных командиров обещали отдать под суд. Впрочем, часть восставших не поверила этим посылам властей. Отряд Мугусумова, например, отказался сдаться и продолжил сопротивление до весны 1921 года, когда примкнул к новому восстанию. А его понял в Бузулукском уезде Самарской губернии командир 49-го дивизиона Красной Армии некий охранюк Черский. Об этом человеке нам, к сожалению, мало что известно, а жаль. Планы у него были грандиозные. Так глава повстанцев провозгласил создание народно-революционной армии, которая будет бороться за установление в России президентской республики по образу и подобию ни много ни мало Соединенных Штатов Америки. В этой республике предполагалось федеративное устройство с княжествами. Княжество Башкирия, Княжество Украина и так далее. Идея, я думаю, понятно, звучит немного авантюрно, мягко говоря, но она, во всяком случае, привлекла к новому восстанию сторонников башкирской автономии. Центром башкирского княжества был объявлен Преображенский завод в Оренбуржье, сейчас это село Зилаир в Башкортостане, а главой княжества Габас Амантаев, бывший начальник штаба в отряде Магасумова. Планировалось после освобождения Башкирии начать освобождение казахов, а затем объединившись освободить всю Россию от коммунистов. Руководство уже коммунистической Башкирии в ответ выпустило обращение к рабочим и крестьянам, в котором Ахранюк и Амантаев были заклимены как цитата паразиты, горные и степные волки, наверное, поганые, а также как желтые черви. Риторика. В свою очередь повстанцы объявили большевикам самую настоящую войну. Во звании, которое наряду с Ахранюком Черским подписали и башкирские командиры, говорилось, цитата, «Мы не стремимся уничтожить коммунистов, но уничтожить хулиганство и свергнуть их свирепое иго, которого не знали ни одна еще история. Мы приветствуем всех честных партийных товарищей, которые не проявились жестоко к населению. Они должны отречься от диктаторства, а пользоваться правами наравне со всеми гражданами». Да, вот такая не самая, наверное, аккуратная цитата на русском языке. Поначалу восстание развивалось довольно успешно. На пути следования отрядов Ахранюка Черского началось массовое бегство партийных работников. Преображенский завод был взят без боя. Повстанческая армия в количестве до двух тысяч человек шла под лозунгами «Учрительное собрание праздник парламента да здравствует вольный труд». Местные крестьяне ведя панику среди большевиков устраивали нападения на пункты сбора зерна. Наконец, восставшие достигли территории Орского уезда, где народная армия в нескольких столкновениях была рассеяна красными. Победители устроили зверскую расправу над пленными повстанцами. Секретная телеграмма ВЧК коротко сообщала цитата изрублено около 1500 человек. Сам охранник Черский ушел дальше на юг Казахстан, где его следы затерялись. Башкирская же часть народной армии вернулась в республику, где Амонтаев решил вступить в переговоры с властями, но был немедленно арестован. Магасумов еще некоторое время скрывался своим отрядом в башкирских лесах, но в итоге тоже был арестован и казнен. На этом беды Башкирии, конечно, не закончились. Край был совершенно разорен военными действиями, реквизициями хлеба и скота, мобилизациями в Красную и Белую армию. Далее последовал страшный голод 20-х годов и репрессии, но это уже другая история, всегда можете посмотреть фильм Голод Максима Курникова. Ну и в самом конце уже как главный редактор Медиазоны не могу не сказать пару слов о разворачивающемся на наших глазах уголовном деле в Башкортостане, по нему уже десятки полицзаключенных, там были очень жестокие задержания, один человек погиб, у другого сломан нижний отдел позвоночника, призываю к солидарности помогать деньгами полицзаключенным и писать им письма. На сегодня с исторической лекцией все, я с вами прощаюсь, кто до самого до самого конца досмотрел, напишите комментарий, поставьте лайк, ну и поддержите канал. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok